МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Искусство врачевания. В Чуваши отметили день медицинского работника. Путешествия по времени. В этнопарке Амазония появятся новые объекты. Ковки на час, наладки на день. В Чебоксарах открылась выставка кузнечного мастерства. Глава Чуваши презентовал потенциал Республики китайским партнерам. Напомним, Михаил Игнатьев в составе официальной делегации ПФО работает в Китайской Народной Республике. Сегодня руководители субъектов приняли участие в расширенном заседании Совета по сотрудничеству. Для переговоров на высшем уровне был создан формат Волга-Янзы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Этот фоторепортаж опубликован на официальном портале органов власти. Главы регионов ПФО стоят на фоне колоритных китайских домов и осматривают цеха завода по выпуску автомобилей. Как реализуется проект Волга-Янзы, обсудили в расширенном составе. Ровно год назад руководители китайских провинций и регионов ПФО встречались в Ульяновске. Именно тогда дали старт совместным проектам. Главной задачей Совета мы видим урегулирование стратегических вопросов в формате Волга-Янзы и координации действия отдельных сторон. Сотрудничество между двумя странами началось с нуля, переходя от малого к крупному. Есть и подтверждение в цифрах. В перечень инвестиционных проектов включен в общей сложности 181 проект, а в дорожную карту мероприятий в гуманитарной сфере включено 100 проектов. Чуаше продолжает укреплять связи со стороной восходящего солнца. Подписаны соглашения о сотрудничестве с провинциями Сычуань и Аньхой. К действующим соглашениям сегодня прибавился новый договор о партнерстве с народным правительством провинции Хубей. В перспективе китайские инвесторы намерены открыть в республике современный агропарк. В интервью ИТАРТАС Михаил Игнатьев отметил, что обе стороны заинтересованы реализовать проект в сжатые сроки. Китайские инвесторы уже подписали дорожную карту. Между собой взаимодействуют и вузы стран. В Чувашском госуниверситете успешно работает культурно-научный центр Поднебесной. Сейчас студенты из Чебоксар участвуют в молодежном форуме. Главы регионов ПФО станут почетными гостями на его церемонии закрытия. Дмитрий Ковалев, Республика. Производство молока является одной из приоритетных задач в сельском хозяйстве Чувашской Республики. Большая роль при этом отводится племенным стадам и продуктивности дойных коров. Акционерное общество «Чувашское» по племенной работе – центр, курирующий молочное скотоводство нашей Республики. Агрофирма проводит большую работу по улучшению породных и продуктивных качеств разводимого скота. За последние годы племпредприятие перешло на качественно новый уровень ведения селекционно-племенной работы. Применяются современные научные методы. Приобретаются высокоценные племенные быки. Лучшие были продемонстрированы на традиционной выводке. Мы стараемся обеспечить самым лучшим генетическим материалом. И стала совершенствоваться наша работа, наши специалисты. Постоянно проводятся такие семинары, выводки. Стараемся, идем много со временем. На выводке быков присутствовали руководители и специалисты ведущих животоводческих предприятий. Многие передовые племенные хозяйства Республики длительное время сотрудничают с Чувашским племпредприятием. Нам очень нравится с ними работать. Специалисты нам помогают в подборе быков. Именно в правильном подборе у нас увеличились надои. Это уже сказалось на наших показателях. В 2012 году, если надоели с одной фуражной коровы 5675 килограммов, то в 2016 году уже надоели 8069 килограммов молока. Быки ООО «Чувашская» происходят от мировых лидеров кальчицинской породы и являются улучшателями породных качеств экстерьера молочной продуктивности коров в стадах Республики. Они достойно конкурируют с производителями импортной селекции. При этом спермопродукция быков племпредприятия существенно ниже по стоимости, а по физиологическим параметрам значительно превосходят зарубежные аналоги. Она пользуется широким спросом не только в хозяйствах всех категорий Чувашии, но и в соседних регионах. Потенциал племпредприятия Чувашского на сегодняшний день один из самых высоких в Российской Федерации. На сегодняшний день племпредприятие укомплектовалось с самыми лучшими быками, выведенные на российских племенных заводах. Это племенные заводы Ленинградской области. И я думаю, что в ближайшее время продуктивность Чувашских стад значительно улучшится и увеличится за счет именно вот этой вот замечательной продукции. На страже здоровья. В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В республике в этой сфере трудится около 19 тысяч человек. Сегодня их поздравляли в Театре оперы и балета. Они умеют не только танцевать, кто-то из них в совершенстве владеет скальпелем. А кто только взглянув на человека, может поставить верный диагноз. На сцене настоящие врачи и те, кто каждый день приходят на помощь. От вашей слаженной деятельности зависит благополучие как людей, так и семей в целом. Поэтому в ваш профессиональный праздник уже вам я хочу пожелать благополучия в ваших семьях, здоровья. Чтобы у вас все получалось на работе, в жизни. И всегда вы несли свои работы светлые по жизни, ну и для людей в первую очередь. Работа для людей привык и Александр Александров. Вот уже 27 лет он помогает малышам появиться на свет. И сегодня Александр Юрьевич стал заслуженным врачом Чувашской республики. Естественно, это накладывает дополнительную ответственность. Поскольку раз мне доверили, вручили такое звание, значит я этого и заслуживаю. И еще могу много чего сделать. Я выбрал Акушерска, потому что это одна из специальностей, когда видишь результат свою в этой даме. Новую жизнь. Это крошечное, кричащее существо, которое вселяет уверенность и придает силы в нашей работе. Почетные звания, грамоты, благодарности, награды хоть важные, но не главные. Главное это возможность дарить людям жизнь и сохранять ее. Быть земными ангелами-хранителями. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. ЧП в Чебоксарской больнице в канун дня медицинского работника. В своем рабочем кабинете найден мертвым 80-летний профессор Чигу, доктор медицинских наук, врач-травматолог БСМП. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело по статье «Убийство». В раскрытии данного преступления задействованы опытные сотрудники отдела криминалистики Следственного управления по Чувашии, а также управление уголовного розыска МВД по Чувашской республике. Проведен тщательно осмотр места происшествия, выявлены и изъяты следы преступления, которые направлены на соответствующее исследование. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Изъяты изучаются записи с камер видеонаблюдения. Следствие рассматривает самые разные версии произошедшего, однако полагает, что на данный момент придание их гласности, а также утверждение о том, что какая-то из них приоритетная, может навредить следствию и оказать препятствие в установлении объективной истины по уголовному делу. 15 суток грозит молодому человеку, который похитил спиртное в одном из магазинов «Чебоксар». Взяв бутылку с прилавка, он скрылся от сотрудников магазина. Злоумышленник открыто похитил алкогольную продукцию в одном из продуктовых магазинов по улице Николаева и убежал. Момент кражи попал в объективы видеокамер, установленных в торговом зале. Если вы узнали его или располагаете какую-либо информацию о месте его нахождения, МВД в Чувашии просит обратиться по телефону 02 или с сотового по номеру 102. Проект «Этническая Чувашия» в действии. Ко дню республики будут сданы в эксплуатацию некоторые объекты этнопарка Амазония, которые возводятся в столице Чувашии. Сильные, смелые и таинственные женщины-воительницы. Именно так описывает Амазонок в учебниках истории. По одной из легенд, Амазонки жили на территории Чувашии. Этой легендой навеяно название этнокомплекса. Неудивительно, что именно они встречают гостей у входа в парковую зону. За браморными скульптурами установят музыкальный фонтан и монумент к коню, непременному спутнику Амазонок. В тени деревьев спрятался пруд, с идущей к нему лестницы любви. Чуть поодаль – многоэтажное сооружение. Это фитнес-центр с так называемой мокрой зоной, с зоной спа, велеса. Таких объектов еще нет в Чувашии. Полным ходом идет строительство ресторана чувашской кухни «Шевармань» и аквапарка. Летняя зона последнего заработает уже 1 июля. Чуть раньше в этнопарке заработали аттракционы. Наша съемочная группа с удовольствием их протестировала. Цепочка, вихрь, центрифуга. Драйва предостаточно. К концу следующего года в «Смешарикленде» появится еще 10 аттракционов. Этнокомплекс развивается благодаря частно-государственному партнерству. Объекты Амазонии финансируются за счет государственных средств и частных инвестиций. На сегодняшний день в кластер вложено более 1 миллиарда рублей средств бюджета. Инвесторам также вложено более 1 миллиарда своих внебюджетных средств. Сдать весь атнокомплекс в эксплуатацию планируют к концу следующего года. Основные силы будут направлены на благоустройство парковой зоны и строительство административных объектов. На эти цели будет выделено еще 2 миллиарда рублей. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Праздник к нам приходит до Дня Республики неделя. Отмечать начнем с 23 июня. Оставшиеся вопросы обсудили на последнем оргкомитете. Тема круглых столов 10-го Чебоксарского экономического форума расписана. Номера участников фестиваля «Родники России» отрепетированы. Заряды для фестиваля фейерверков подготовлены. Все по плану. Однако последнее заседание оргкомитета вскрыло ряд вопросов. В основном финансовых. Их нужно будет решить в первую очередь. У организаторов еще неделя. А вот у подрядчиков, которые должны сдать ко Дню Республики, ряд объектов, столько времени нет. Так уже на 20 июня запланировано открытие набережной в Чебоксарах после реконструкции. В этот же день должны открыть садик в микрорайоне Садовой. 21 июня планировалось открыть и движение по новой части Московского моста. Однако это произойдет торжественно 24 числа. Как и обещали подрядчики, и мы к Дню Республики готовы открыть движение 24 числа. У них сегодня ночью проходит часть оборудования, после чего они имеют право получить ввод разрешения. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. На этой неделе в нашей телерадиокомпании произошло два важных события. Национальное телевидение Чувашии провело телемарафон для жителей разных уголков России и тех, кто живет в отдаленных районах Республики. С помощью спутникового сигнала зрители смогли увидеть лучшие программы, созданные корреспондентами телеканала почти за 6 лет. Национальное телевидение уже осуществляет передачи на более чем 80 регионов России. И вчерашний день я посмотрел, правда, урывками телемарафон, который передавали, начиная с утра и почти до позднего вечера. Но вы знаете, это просто замечательное событие. Это событие действительно очень знаковое. Никогда ранее я вот такого не видел, честно говоря. Наш спутниковый оператор и партнер компании «Орион Экспресс» провела в прямом эфире розыгрыш своей тарелки. Правильно на вопрос о зоне покрытия сигналом ответил Алексей Яковлев. И сегодня директор телерадиокомпании Алексей Белов выручил приз победителю. Я всегда смотрю национальное телевидение и как только увидел анонс данного конкурса, сразу решил в нем участвовать. Теперь с этой антенной я буду смотреть национальное телевидение и даже на даче у себя в деревне. Большое вам спасибо. А в Красно-Читайском районе состоялся день национального радиочувашии. Радиоканал начал вещать на частоте 106,7 FM. В честь этого события в Красных Читаях состоялся праздничный концерт. На сцене выступили народные коллективы, победители ежегодного радиоконкурса «Неиссякаемые родники», артисты эстрады. Журналисты национального радио рассказали о своих программах потенциальным радиослушателям. Они гнут железо и превращают его в произведение искусства. Железное царство под таким названием в Центре современного искусства открылась выставка кузнечного мастерства. Здесь представлены работы более 30 мастеров из многих городов страны. Разнообразие техник, в которых выполнены представленные работы, поражает посетителей. Произведение кузнецов представляет почти все направления и жанры кованой скульптуры. В экспозиции их более 150. Авторы – члены межрегионального сотрудничества кузнецов «Союз кузнецов-художников». Эта ассоциация появилась в 2009 году и объединила ведущих мастеров кузнечного дела в России. С передвижной выставкой мастера проехали от Москвы до Парижа, включая города России и ближние зарубежья. И так добрались до Чебоксар. Это очень значимая выставка. Во-первых, потому что до этого времени Чувашская республика не видела таких грандиозных проектов, посвященных кузнечному делу. Во-первых. Во-вторых, скоро у нас будет потрясающий праздник День республики. И вот эта выставка – это замечательный подарок к этому празднику. Каждый из авторов обладает индивидуальным творческим почерком. Один из главных участников выставки – Валентин Воробьев. Родился мастер под Белгородом, но переехав в Москву, молодой и перспективный художник быстро покорил столицу. Его стиль стал узнаваемым. Любимым делом он занимается более 40 лет, искусно превращая холодное железо в изящные скульптуры. Валентин Яковлевич – участник многих известных творческих проектов. Его работы получили всемирные признания искусствоведов и критиков. На этой выставке он представил более 50 работ. Маленький секрет. Это придумал эту композицию мой старший сын Андрюша. Он закончил Строгановская. И он нарисовал в графике. Я говорю, да я ее освояю большую. Когда я сделал большую, он мне подходит и говорит, всего лишь не хватает маленьких мельниц. Тогда она полетит. И когда мы поставили мельницы, она действительно полетела. Когда я делаю композицию, вот этот отрезок, он самый у меня счастливый. Там, когда она уже получилась, да, она получилась, не получилась. Но когда я делаю, я там летаю, я там живу, я дышу этой темой. Автор экспериментировал не только над формой, но и над текстурой. Кованые шипы и лепестки покрыл налетом, ржавчиной и патиной. Это, признается кузнец, и позволило вдохнуть жизнь железа. Профессия кузнеца переживает сейчас второе рождение. Искру вдохновения мастера очень хотят передать молодым, тем, кто только еще выбирает профессию. Эту выставку я пришла посетить вместе со своими одногруппницами в рамках нашей практики. И больше всего меня поразило то, что здесь такая художественная обработка металла производится, что металл предстает не как какой-то конструктивный элемент, как художественная форма, которая показывает нам какие-то образы, которая становится красивой и подчиняется человеческим рукам. Корабли с парусом, самолеты, акантовые листья, портреты и цветы. Такой калейдоскоп кузнечного промысла способен удивить любого знатока искусства. И не только. Ведь там, где живет душа, не заметить чудо невозможно. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Завтра, 17 июня в Чебоксарах, День здоровья. В городе пройдут спортивные мероприятия, в спортшколах организуют бесплатные занятия, например, по настольному теннису. Подробнее на сайте администрации Чебоксар. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Ежегодно увеличивается объем госзакупок. Одновременно растет потребность полной и актуальной правовой информации в сфере закупочной деятельности. Компания «Гарант» является достаточно опытным экспертом в этой области. Поэтому мы приглашаем вас к нам посетить соответствующие курсы. Будем рады всегда помочь в области консультирования и сопровождения государственных муниципальных закупок. Успех в работе во многом зависит от регулярного общения со специалистами-практиками. Так, компания «Гарант» организовала семинар на тему «Особенности закупочной деятельности организации в соответствии с 44-м федеральным законом и 223-м федеральным законом в 2017 году» с участием Татьяны Трифиловой, одного из признанных экспертов в разработке законодательства о госзакупках. Очень рада всех приветствовать здесь вместе с партнерами «Гарант» Чебоксары. Республика Чувашия очень активно всегда бывают заказчики во всероссийских онлайн-семинарах. Очень много вопросов задают. Поэтому рада сегодня всех приветствовать лично. И я думаю, что эти семинары помогают заказчикам справиться и разобраться, справиться со своими текущими задачами и разобраться с перспективами развития государства муниципального заказа. Подобные семинары – это отличная возможность получить практическую информацию с учетом последних изменений в законодательстве, повысить свою профессиональную квалификацию. Та информация, которую у нас предоставляет система «Гарант» в своих семинарах, она позволяет работать довольно-таки на высоком уровне. Компания «Гарант» идет в ногу со временем. И на сегодняшний день предоставляет большой спектр услуг для специалистов в области государственных и муниципальных закупок. Это и электронная цифровая подпись обучения по программе повышения квалификации, предоставление банковской гарантии, информирование и консультирование в области госзакупок. Более половины наших потенциальных клиентов, либо клиентов, в принципе, они пользуются услугами, конечно, компании «Гарант», потому что, в принципе, доверяют нам, учитывая нашу многолетнему опыту работы в этой области. Продолжение следует...